В результате столкновения двух автомобилей на 11-м километре Владивостокского шоссе один человек получил травму. Пассажирка Митсубиши Динго пожаловалась на боль в ноге. Удар при столкновении пришелся как раз в дверь, за которой сидела женщина. Пострадавшую госпитализировали. До аварии оба транспортных средства ехали в одном направлении. Впереди в первом ряду Митсубиши, позади и левее Мазда. Минивеном управлял пенсионер. Он рассказал, что во время езды отвлекся на разговор. По его словам, руль влево он дернул неосознанно, не собираясь при этом делать перестроение. В результате этого действия Митсубиши подставила бок под удар ехавшему сзади микроавтобусу. Водитель Мазды предпринял меры к экстренному торможению, но столкновения избежать не удалось. После удара минивен отбросила снова к правой полосе движения. Он прокатился чуть вперед и остановился у обочины. Автомобиль, угнанный у пожилого человека, попал в ДТП на улице Краснореченской во дворе жилого дома. Мужчина припарковал Тойоту Калдину у себя под окнами. Автосигнализации в машине не было. Преступники проехали на ней меньше квартала. По неустановленной причине автоугонщик врезался в стоявшие под окнами соседнего дома Тойоты Филдер и Аксио. Хозяева этих транспортных средств выбежали на улицу, встревоженные завыванием сирен своих электронных сторожей. Но виновника ДТП на месте они не застали. Сидевший за рулем Калдины человек скрылся. Потерпевшие обратились в полицию. Только от сотрудников правопорядка хозяин Калдины узнал, что его машину угнали и разбили. У стадиона имени Ленина сторожа строящегося объекта заметили дикого кабана, метавшегося внутри охраняемой ими территории. Вероятно, зверь приплыл на реставрируемую набережную с левого берега. Стройка не только бдительно охраняется, но и обнесена по периметру надежным забором, за который зверю не удалось выбраться. Снова лезть в воду кабан почему-то не захотел, поэтому попался на глаза и патрульному экипажу, первому прибывшему на вызов. Полицейские не стали отстреливать кабана, так как вел он себя не агрессивно от людей шарахался в сторону. Дважды пробежав мимо машины ГИБДД, зверь скрылся в той части стройки, которая была слабо освещена. Прибывший на место охотовец заметил, что полицейские поступили опрометчиво. Надо было стрелять. Зверь, попавший в непривычную для него городскую среду, находится в состоянии стресса и мог запросто кинуться на людей. Клыками копытное может нанести человеку смертельные травмы с первого же удара. Так что присутствующие рисковали жизнью. Найти в темноте кабана охотнику не удалось. Возможно, обижав весь забор по периметру, дикий зверь все же решился снова войти в воду и поплыл дальше.